Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Тайкон Марс. И я немножко разобрал, что с геологией. Именно поэтому мы и сидим в кабине нашей мобильной лаборатории, в неведомом где, и смотрим, как наша установка грызет камень. С геологией тут все оказалось не особо просто. Да, кстати, я разобрал грузовой отсек. Не помню, в прошлой, между вот этими сериями это было еще раньше. По-моему, как раз вот в оффлайне, так сказать, я разобрал тут все, выкинул эти контейнеры гнусные. В общем, не зря я это делал за кадром, потому что меня тут несколько раз придавило, вдавило в пол, выдавило наружу из корабля. У меня персонаж впал в циклическое выпадение и потеряние сознания. Было весело. Кроме того, вот эти мои перевозки, вот это вот счастье на себе не поносишь же. Это тоже было очень эпично. Первую порцию я вез в шлюзе. Это была жуть, меня там очередной раз придавило. А теперь я ввожу их наверху. Да, здесь кран бутафорский, он не способен. Вода есть? Воды, по-моему, нет, да? Я ее выпил. У меня появилось ощущение, что вот эти вот бачки, его так проспить нельзя, они заправляются в кране. Это надо будет еще проверить этот момент. Тут у нас теперь ничего особенного нет, тут немножко вещей есть. Я их оставил там, пусть лежат. Память о нашей точке, где развелся краны. Там баллончики, заклейка для скафандра, еще что-то такое. Вот у нас лежат два баллона массианских камней. Это я уже накопал на точке. А, да, это пока не скафандр, пускай я там накопаю. А я покажу. Значит, по кнопке, кем тут скрывается такая вот карта. И на ней есть ресурсы. Если помните, мы там по заданию, по сценарию выходили из домика и тут что-то копали. На самом деле это все. Но хотя, не знаю, в центре. В общем, раз исследована вот такая зона, а дальше просто не исследована. Тут можно еще исследовать вот теми датчиками. Я это буду делать. Кстати, селект ресурсов 8 миллионов и только здесь, что ли? Не похоже. Потому что, наверное, по 300. Ну, ладно. Это мы еще увидим. Хотя, с другой стороны... А, по 300, а не тысяча, по 300 штук. Возможно, да, это все ресурсы. Итак, вот эта зона отсканирована. То есть, по каждому отдельному квадратику, допустим, где мы начали, да, мы можем посмотреть, что марсианских скал там осталось 3 штучки. А пыли 163 тоже не вагон. То есть, на еще один баллон осталось. Вот здесь я уже копал. Осталось 39 скалы, но пыли осталось много. И вот здесь. То есть, осталось еще 133. Это немного. Ресурсы, конечно, их нужно... Не нужно их... Как выкопаем, надо будет сканить еще, искать, где еще покопать. То есть, не все так просто. Поставил копалку и копаешь. И вот эти датчики с лабораторией, это все не бутафория. Это все нужно. Поэтому я поставлю сюда блок лаборатории. Притащу сюда собиралки. И эта мобильная лаборатория будет у нас ездить. Ну и, видимо, искать она будет. Я надеюсь, когда-нибудь у меня будет грузовик. Так грузовик будет передвижным буровой. А пока мы будем таскать вот на этой лаборатории, на крыше. Копалки перемещать будем. И будем добывать ресурсы вот так вот. Таким вот способом. Что ж. Выходим. Там сейчас копается третий баллон. Я думаю, этого мне хватит, чтобы создать генератор. Еще один, чтобы копка происходила, пока я там вожусь на базе без меня. Генератор. И большую сверлилку, наверное, надо, да? А, нет, большой крафтилку надо, потому что, конечно, еды у нас много, но мне нужно соил. Мне нужен соил. Нажал. Присесть. Наступает вечер у нас. Сейчас. Так, нет, сейчас я вам это не продемонстрирую. В общем, ноу-хау. Как закидывать на крышу. Потому что, сами видите. Самое главное не как закидывать, а как снимать. Закидывать можно вот так вот, раз и все. Как снимать с крыши. Там грузовая цепь и багажник. Все очень просто. У нас есть такая волшебная штука, как пандус. И низкая марсианская гравитация. Сначала я с риском для жизни поднимался на этом пандусе. Это неправильно. Раз. Вот так вот делаем. Не факт, что я не... Оу. Круто. Я повредил шлем. Такого я еще не видел. В общем, так. Поднимаемся вот так. Встали с колен. Блин. Я каску повредил. Ну, в общем, и запрыгиваем отсюда. И можно загружать, выгружать. Вот этот кран, он напрочь бутафорский. Запрыгнем. Я говорю, запрыгнем. Запрыгнем. Так я хоть нормально хожу-то. Да, у меня есть рост. Этот кран, он напрочь бутафорский. И им пользоваться вообще нельзя. Боюсь, сейчас споткнуться. Тут костей не соберешь. То есть, он, по идее, отправляется откуда-то из кабины. Но пользоваться им нельзя. Так было бы здорово, конечно. Но его можно подергать за эту штуку. Но пользоваться им нельзя. У него пульта здесь нет вообще никакого. Он управляться должен вот оттуда. Возможно, это еще не сделали. Возможно, это все будет потом. Но пока... Это голимая бутафория. Что это такое? Это не подправление экрана. Нет, тут я не рискну спрыгивать. Вот, не только шлем побьешь. Блин, потресканный. Обалдеть. Давай, прыгай. Оп. Оп. Встал и раздавил каску. Надо дальний угол повесить и... И брать эту каску больше. Потому что подрезка на меня как-то нервно. Ну, видите, желтенький может светиться, что уже немножко не там. Так, что я хотел посмотреть? Там у нас какой-то подозрительный ящичек висят, да? Нет, это фонарик. То есть, по идее, по идее, экран должен управляться откуда-то отсюда. Но тут управляется только дверь. Так, ладно. В корабле... В корабле... В лаборатории метана уже практически не осталось. Я переставил на него баллон с баги. А его там с несколькими процентами, да. Готово. Переставил на баги. Так. А, собственно, нам сейчас генератор-то... Генератор-то, да. Генератор-то и закидывают. Генератора-то еще нет. Я рано обрадовался, что... Ура! Нам уже не нужно. Так, шибы покажу. 3D-принтер-то питать чем-то надо. Да. Интрига состоялась, кстати. Все благополучно. Принтер работает. Так, ну, баллон я туда класть не буду. Баллон у нас, если чего, есть. Айда за принтером. Все. Все перемешалось. За генератором. Блин, а главное, я эти скафандры чинить-то не могу. У меня, конечно, их много, и это во мне жадность говорит. Так. Ага. Без этой штуки. Не отвинчивается. Это уже, кстати, новость. И я задумал, я руками отсоединяю. Ну, ладно. Айрес. Погнали. А я унесу. Да не на одном осенном. Нам так бы поместим. Так. Вот так вот его кувыркаем. Отодвигаем колечко мыши на максимальное расстояние. И радостно несем. В принципе, вот так даже его с земли можно попробовать закинуть. Но лучше с пандуса, потому что там с краю лежит. Иногда можно не поднимаясь наверх его схватить. Богатая коллекция побитых скафандров в лаборатории. Так. Иди туда. Вот. Все. Он там лежит. Там чуть ниже, чем края. Все это дело. И он не выпадет. Блин. Ну, где-то противно, что скафандр побило. Или в таком пошкрябанном уже и ходить. Так. Еще одно попадание, да, и возгодит. Поэтому не очень хорошо. И персонаж постоянно хочет жрать. У него недавно его кормили. А он снова хочет. Поэтому очень надо посадить картошку. Я, правда, еще не знаю, там семена, если кончится, что будет дальше. Без семян он не сможет выращивать. А моя идея не вылетать на землю, а строить тут базу. Она именно тазом накроется. Поэтому, в первую очередь, сейчас надо решить возглавляемое испытание. Ничего не написано в правил прочности, но он тебе потрескан. Так, ладно. И еще вот он держит в руке эту дрель жуткого моражка. Садимся. Так, статус. Вот стоп у нас осталось электричество. Сами понимаете, это не дело. Да, по кнопке С можно включить вид со стороны. Либо свободную камеру, либо не свободную камеру. То есть, там три положения. Вот, еще одна камера. Странно, она тоже свободная. Не понял. Первая свободная, вторая свободная. Не понятно, почему две камеры. А, ну, там, видим, к человеку отношения не имеет. У него одна свободная, она не свободная. А у машины они у него не свободные. Вот так вот. Ну, в общем, вот как-то оно так у нас все это происходит. Дело ездит что-то медленно. Я вот не помню, она так же медленно ездила. Это уже сказывается недостаток метана. Но, когда у нас будет отдельный генератор, мы будем на баги туда летать. Ну, летать. Летать, громко сказано. Баги тоже ездят. Не спешно, не спешно. Хотел подобрать от уровня двигателя, увезти куда-нибудь. То, что я эту лабораторию оторвал от станции. Не получилось. Я не способен его поднять. Я, честно говоря, не знаю, как она умудрилась его оторвать. Вроде все это целое. Но, видимо, все-таки оно блочное, а не целое. Либо мы можем построить такую же леталку. Ну, не знаю. Я деталях принтера смотрел, но таких вот запчастей я, конечно, не видел. Хотя, ну, там пандус вроде и есть. А какие-то детали орбитальные именно станции с движками я там видел. Вот лежит куча этих ящиков. Хотя, вроде, давно я их выкладывал. Наверное, я в прошлой серии уже говорил, что я их выгудил. Вот. Ну. Так что, наша вот тут копательная, как бы ее назвать-то. В общем, наши раскопки здесь на холме. Это явление напрочь временное. Тут останется только принтер. Ну, может, переработчики. И все. Стоимость все переедет. Ну, куда ж ты покатился-то, зараза? А может, сейчас на 8 перекатится опять туда? Ну, давай, давай, назад катись. Хрена. Все. Приделся лезть на крышу. Ну. А что поделать? Так. Встаем. Станбай нет? А, ну, Сэш. Лишь, какой станбай. Вот так станбай будет. Не-е-е. Фары не нужны. Ответственбай. Меньше и меньше метан остается. Метаном тоже надо будет озабачиваться. Потому что все вот это есть на метане. Я не хочу пешком все это носить. Но метан... Там какой-то непростой крат. В общем, нам нужна большая рефайнелка. Я опционально большая копалка. И генератор. Ну, небольшой, но единственный. Кислород, все остальное, это все потом. Нет, я этот шлем поменяю. Где я не могу здесь трещина смотреть? Так. Стоп. А, стоп ты. Стоп. Понятно. Все. Не стоп. Так. Я, наверное, сбоку-то не сниму ее. Или сниму? Ну-ка. Не, не сниму, наверное, придется подниматься. Так. Фонарики. Так, я их включил? Я их включил. Все хорошо. А, чуть-чуть прыжком придется собираться. Тоже крайне рискованно, потому что персонаж у нас хромоногий, колченогий и так далее. Так. Погнали. Так. Ну, пожалуй, что и стоп. Так. Опять я прыжкой не приложусь. Не приложусь. Все хорошо. Но. Ну, возьми. Нет. Не берет. Ладно. Придется прыгать. Вот так мы хорошо прыгаем. Лукбай. Надеюсь, не взорвется. Все нормально. Сейчас ты можешь мягнуться. Нет. Все хорошо у него. Он то ли из-за скафандра, то ли из-за чего. Он жутко не окружен. Что вот тут за этих футлайт зацепилось? Просто вот цепляется и все, хрен извиняешь. Выпадай. Так. Мы отсюда возьмем сразу баллон. Отсюда сразу возьмем все баллоны, чтобы уже с этим покончить. Так. Погнали. Сюда. Вся у нас проблема в алюминии. У нас нет алюминия. Собственно, поэтому мы отправились за этими скалами. Потому что в грязи марсианской алюминия не соперничается. У меня есть запрек. У меня есть запрек, но она. Так. Падай. Ну, стой. Ладно. Что у нас тут? Тут у нас, по идее, пусто. Пусто. Где-то мы переносим сюда. Ну, можно туда. Бери, бери, бери. Я этот гадюшник со змеем потом разберу. Будет все красиво и просторно. Так. Отлично. Генератор. Где-то там за синтезатором у него гнездо. Пойдем. Кстати, у меня все время мучает подозрение, что он должен, генератор, когда-то кончаться. Иначе, зачем тут солнечные панели? Ну, пока он не кончается. В общем, все хорошо. Так. Ну, давай вот здесь. И раз. И два. Так. Фонарик. Где-то шланг. Ой, тебя шланга может не хватить. Такой. В натяг. Ну, вроде включилось. Ну, не то, что прям все. Но включилось. Так. Тут нужно три баллона. Где у нас пустой еще? Вот у нас пустой. Переставляем. Так. Все. Эта станция готова к работе. Силиконовый оксид. Погнали. Так. Пока она перерабатывает. Покажу, что у меня получилось с принтером. Так. Ну, у него совершенно симметричные передние и задние проемы. То есть, тут вот эти пандусы выездные. Уголки они на все идут. И тут край рампы. Вот этот вот внешний, который без стекла идет. Не помню, как он называется. Аксесс, по-моему. Вот. То есть, все оно работает. 3D принтер. Меню. Все включилось. Вот эти вот. Аксессы это же там стоят. Ну, не ларши, там короткие стоят. Вот эти. Собственно, вместо задней стенки. Не скажу, что я выиграл по деталям. Что-то я выиграл только на стекле. Ну, тоже, в принципе, оно из алюминия. Скажем так, 20 алюминия я отыграл. И довольно много силикона оксида. Но он меньше востребован. Он идет из... Почвы из этой... Ну, из грязи. Итак, нам нужен генератор. Нам нужно еще 60 алюминия на генератор. У нас тут 3,3 на 3,3. То есть, ну, вот эти все штуки я могу строить совершенно спокойно. Часть стены я тоже все могу строить. Я не могу строить машину. Вот. Я могу... Достик по-прежнему я могу делать только вот эту вот леталку, которая только, по-моему, в космосе способна. Да, Zero Gravity. Поэтому делать ее я не буду. Вот это все требует... Баги требуют... 4,6 длины. Ну, они все длинные. Я бы вот такую вот стучку для начала сделал. Но тут высота 5,8. И длина 6,7. Собственно, самая здоровая. Вот моя мечта. Тут 11,6 на 5, на 4. Ни в одну сторону не проходит. Поэтому до этого еще далеко. Ну, погрузчик вот может быть. Но с другой стороны, вот если уж размахиваться делать, да, то надо делать уже большое. Ну, пусть даже у меня ресурсов не будет. Погрузчик хороший. Как раз таскать эти все лотки большие. То есть, было бы неплохо. Ладно. Идем смотреть, что у нас с люминием. Те, кто особо умный, будут грузить чугуи. Так, что-то уже красненькая связь. Что, уже все выкопали? А, один баллон кончился. Силиконоксид заполнился. У меня нужен пустой баллон. Силиконоксид. Силиконоксид. Давай. Так. Полный. Чума. Надо все это дело будет упорядочить. При наличии металлов, я, наверное, сделал баллоны большие. В которые можно вот эти мелкие баллоны выдавливать. Заправлять. Сдувать. Так, ты пустой. Да что ты цепляешься за объектом? У меня, чтобы просто пациентом держаться еще. Так, пустой, пустой, пустой. Там все занято. Падай. Пойду, последний заберу из машины. Давай, ну заберись тоже. Ты уколченогость. Конечно, достает. Понятно, что Марс. Тяжелый скафандр. Неуклюжий с ним настолько же, что там на ровном месте может, не знаю, шею себе сломать. Он реально может себе на ровном месте шею сломать. Так, процесс. Да, у нас тут железо. Алюминием оксид идет очень-очень вяло. По единичке. Так. По единичке вообще. А, ну. У нас силикон закончился, поэтому остановилось. Так бы он выдал с нее целый баллон или два. А два бы. Я много накопал, что ли? То есть у меня что, будет три баллона алюминия? А, нет, с пяти. Как все плохо. С пяти скалы один алюминиевый оксид. А с одного алюминиевого оксида два алюминия, по-моему. Так. То есть у нас тут 390 скалы. Это 78 оксида. 78 оксида. Это 156 чистого алюминия. Чуть больше баллона. Рыдание. Так. Теперь у нас железо. Ай, микрофон. Два сторожа не подпрыгивал. Берем его микрофон. Так. У нас теперь железо. Слушайте, я железо может сразу переработку. Так. Ты кто? Ты железный оксид. Железный оксид. Железный оксид. Иди в банку. Я потом тобой займусь. Пойдем. Поворачиваем. Он наш неспешный космонавт. Блин, там пустой балл он был. И поставил силиконовый оксид. Это была... Это была не пустая. Это был силиконовый оксид. Лежал тут мирно так. Я, кстати, не помню. По-моему, и так, и так используется силиконовый оксид. Поэтому... Нет, фаус, не надо дискомет. Поэтому... Его, может, силиконовый оксид не стоит перерабатывать особо. Но пока подожду с переработкой его в силиконовый оксид. Давай. А вот за что сейчас мышечка зацепилась? Ну, не мышечка, а порсорчик. Так. Давай, пойдем мы тоже в этот контейнер. Контейнер для всего. Для всего. И он полный. А, он махонький. Тут, по-моему, у меня в основном лежат силиконовые оксиды. Что-то внизу я, конечно, не вижу. А вот еще может... Нет, не все тащить. Силиконоксид. Ну, это тоже, наверное, силиконоксид. Ну, давай вот не будем. Да. Тут у нас силиконоксид просто горы. И один железий. Который, в принципе, неплохо бы в чистый аэрон переработать, да. Так. Мышь. Давай там баллон. Вкус. Еще пустой там валяется. Что-то свалка здесь. Так, давай. Что у нас тут есть? Пустой кислород и вода. Воду я потом буду на метан разлагать. Потому что мне нужно топливо. Тут совсем хреново с топливом. Все. Да, все. 0. 78 алюминиевого оксида, как я и говорил. То есть, такое дело-то с алюминием. Немного его. Так. Ну что. Да, подавший есть. Кислород сейчас заполнится. Сейчас мы будем иметь счастье, куда-нибудь запихать кислород. Я вот-вот сюда складываю. И везу туда на базу. Так. Все. Полный. Пустой. Пустой. Так. Кислород пошел. Пока сюда, потом унесу. Как-то ты не не терпишься. Так. Вот. Кислород. Идем в машину. Потому что руками носить долго. Поэтому все перевозки я осуществляю на баги. Ну, громко звучит перевозка, конечно. Худу бедно. Четыре баллона-то она отвозит. Так. Как-то вот метание мое туда-сюда, конечно. Процесс. Чем бы вот эта штука пока задача, да? Давайте, наверное... Давайте полистаем. Что я могу получить сейчас, вот прямо сейчас, из атмосферы на маленьких процессах. Реакшн-лист. Рог. Понятно. Тут без вариантов. Сойл что дает. Ну, силикон, железо и воду, да? В принципе, неплохо. Ну, это я там лучше буду делать. А, диоксид карбона... Азот и аргон. А это на что? Ну, карбон и оксид. Ну, ведь не очень. Метан вот. А, гидроген с карбоном. Ну, то есть, ну, в общем-то, нормально. Так. Сюда нужно будет три пустых баллона. Начнем с сойла тогда. Остатки уж размотаем. Это пустой уже, да. У меня тут, может быть, дефицит пустых баллонов быть уже. Я его тут жонглирую, как не знаю кто. Так, ну, сейчас у нас наш силикон был заполучен, переполнится. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, по-моему, опять кислородный перебор, да? 129, а вообще не 130. А, его, наверное, 2 получается. Ладно. Так, кислород, для чего он нам может быть нужен еще, кроме дыхания? Он ничего. Ну, воду, получается, водородом, но нет водорода. Так что пока едешь на базу. Куда поехала машина? Давай вот так вот. Все равно качественно. Я думаю, следующий баллончик его сдвинет. Так, нам нужен пустой баллон. Я пока отсюда. Все равно эту штуку я буду отсюда забирать. Тут у нас совсем мало осталось земли. Земли. Ну, земли, да, вообще. В общем, вот, конечно, земля. Марсианская, но земля. Так, процесс. Вот где сейчас гуляет курсор мышь? Когда я так сбоку смотрю, да? Вот он. Процесс. Алюминия получится больше одного бака. Красота. Красота. Все. Так. Это я отнесу туда. Нет, не это. Вот это. Целый бак алюминия. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что это прямо вот так много. Но, как минимум, мы... Эй, пролезай. Мы обеспечим бесперебойную работу нашего... Какого он назвать? Так. Тут что? А, тут у нас вот так. Это я тут. Буянил. Едим. Она переголовная. Надо... 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 Картошку. Картошку надо. Все. Так. Давайте следующий я алюминий поставлю. Пустых бачков пока нет. Пустых пока нет. Все по чуть-чуть. Пустых бачков будет пустых бачков. Вот пустых бачков. Пойдем со мной. Так. Сбоку лучше не подходить. Это я уже понял. Все равно, финал, не получишь хорошего. Так. Процесс. Что у нас тут? Ну, силикон-оксид, да, полный опять. Традиция. Мне тут коробку надо под силикон-оксид просто завести, и там он у меня будет жить. Блин. А я вот не знаю. Может мне его выбросить? Потому что, ну, вот в таких количествах как-то мне хватит. Откуда взять-то? Так, я от тебя уже почти разобрал. Что-то у нас три. Все, забираю. Так, выкинешь потом что-то там силикона. Силикона. Из него, по-моему, только стекло идет. Так что я зря переживаю совершенно. Ой, нам сейчас еще три пустых баллонов. Вот атмосферу надо будет. Не-не-не, регистряться не надо. Нужно процесс. Давай, процесс. Так. Ну, тут уже, по-моему, отстрелялось. Да. Ну, пусть лежит так. Метаном у нас-то дальнее займется. Итого. Сколько я там говорил? 156. У нас алюминия. Не вагон, мягко говоря. Power. Low resource. Пластик. Как надо быть на крафте пластик. Уже проводов у меня тоже мало. У меня у меня всего мало. У меня разруха. Строим. 90. Resource. Да. Low resource. Ммм. Железо и силикон. Это не проблема. Это не проблема. Чего-чего. А железо и силикон мы сейчас забабахаем. Пустые есть? Нет. Каждого по чуть-чуть. Прям вот аж противно. Так. Так. Ложусь тут. Что мы здесь имеем? Давайте вот так подойдем. Мы имеем алюминий, оксиген и воду. Мы забираем отсюда вот это. Я надеюсь, что алюминий. Так. Это вообще никто. А, так это пустой. Это ж пустой. Так. Ты, видимо, наш любимый силиконоксид. Что? Силиконоксид. Начнем с тебя, да? Почему бы нет? Нет. Нет, не сюда. Не сюда. Вот туда. Или сюда. Да, сам уж так. Сюда. Сюда. Допустим, суда. Вода. Остатки алюминия. Остатки алюминия забираем. Несем куда-нибудь сюда. Ну, хорошо, что у меня 8 этих портов. Я вот все вот не догрызил и все могу ставить сюда. О, мы уже 40 минут. Ну, ладно. Сейчас тогда с рефайнем с этим закончим немножко. И на этом тогда серию закончу. Длинный получился. Я что-то прощелку. Может было сделать две серии. Я это всегда пропустил. Момент. Увлекся. Процесс. Тут у нас. Тут у нас машина, да? Привет, машина. Аэроноксид. Силиконоксид. Ну, что-то я в них путаюсь, да? Силиконоксид. Аэроноксид. Пустое. Вода. Ладно. Нам нужно железо. Так. Из железа будет кислород и, собственно, железо. Поэтому силиконоксид лесом. Вот так вот. Вот таким лесом. Так. И нам нужен пустой баллон. Вот так. Пойдем сначала. А тут что у нас. Это кто? Марсианский сло. Тоже знаешь ли? Иди. Слишком тебя там мало. Так. Сюда ты нам еще пригодишься. Марсианское железо. Тут явно что-то уже заполнилось. Так. Ты железо? Ты не железо. И не притворяйся даже им. Мы тебе не верим. Так. 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 Вот эта коробка с силиконоксидом будет. Это будет коробка с силиконоксидом. Мы туда больше ничего такого класть не будем. Я уже могу коробки делать во всем. Но кислород железо. Все пойдет. Что у нас переполнилось? Давайте посмотрим. У нас переполнился кислород. Как ни странно. У нас кислорода просто горы. Горы кислорода. Нам его и нужны горы. Проблема в том, что вот в лаборатории нам было нужны горы с баллонами. Это в баллонах ставится. А вот на станцию я ввожу и их пшикаю туда. Вот это стремный момент. Потому что тут баллон не хочет выпускать. Единственное, когда тут приходится всячески вращаться. И метка попадать. Пошел, 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 пошел. Раз. Все. Вот так вот выглядит перевозка на баки. Процедорно. Так, пустой. Вот там у меня была коробка с пустыней. А, ну ничего так. Нормально. Мы, конечно, это дело еще прорядим. Так, курсорочки есть. Погнали. Тут чего? Ну, вода, понятно, что мимо. Тут должен быть целый бак железа. Да. Тут целый бак железа. Всего по чуть-чуть, а. Чего у нас тут не хватает? Не хватает железа и силикона. То есть, то, что и алюминий принес нам пока так. Никуда. Тут чего? Есть пустые. Есть одно пустое место. И сейчас будет пустое железо. Так, там есть силиконоксид. По-моему, тоже силиконоксид просто гор. Силиконоксид алюминий. Давай силиконоксид. Вот я тут положу. Принесем железо чистого силикона. Давай железо иди сюда. Так, ну ладно. Давайте тогда на этом серию я завершу. 45 минут уже. Продолжение этой увлекательной эпопеи с крафтом будет в следующей серии. Всего хорошего. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...